Планета Земля Это самая красивая планета в мире. Она дает нам радость, счастье и любовь. Вся планета Земля будет уничтожена. На этой планете можно жить и любить, можно радоваться со своими друзьями. Посмотри на это небо, на эти звезды, и ты увидишь там предвестника гибели. Вселенной. Но если мы посмотрим вверх, то поймем, как прекрасна эта Вселенная. Как прекрасны эти звезды, сколько они даруют нам любви, счастья и надежды. И может быть, когда наши космические корабли отправятся покорять самые дальние звезды. Будущего нет и не будет. Мы все будем уничтожены. Это Танатос. Это Танатос. Это небо. Это предвестник счастья и радости. Это предвестник смерти. СП-1281 предвестник. Объект номер. СП-1281. Класс объекта. Безопасный. Особые условия содержания. Останки СП-1281 хранятся на сторожевом посту 120-09. Вокруг и внутри существа должно быть установлено следящее оборудование. На тот случай, если объект снова проявит активность. Все предложения исследований, которые потенциально могут нанести ущерб СП-1281, должны предварительно согласовываться с командованием. Описание. СП-1281 это биомеханическое существо, обнаруженное в поясе Койпера во время проведения стандартных процедур содержания СП-2362. Объект имеет приблизительно каплевидную форму с плоской частью, принятой за низ существа. В противоположной части имеется крупная выпуклость, в которой, как считается, находится большая часть оборудования для анализа. Длина существа составляет 12 метров, максимальный диаметр 11 метров. На SCP-1281 находятся несколько конструкций в форме полусферы, которые, как предполагается, служат в качестве приемников различных видов электромагнитного излучения, а также ряд ромбовидных капсул, назначение которых неизвестно. На некоторых участках поверхности объекта имеются сколы, что может свидетельствовать об изначальном наличии большего числа придатков. Биологические части вросли в механическую оболочку, явно созданную для нахождения в глубоком космосе. Существо, похоже, плохо переносит температуры, значительно превышающие температуры в поясе Койпера. На момент обнаружения температура оболочки объекта составляла 50 кельвин. По всей видимости, ранее SCP-1281 был способен совершать межзвездные перелеты. Однако большинство его систем были повреждены вследствие неизвестных событий, из-за чего объект утратил способность к передвижению. Исследования возраста SCP-1281 позволяют предположить, что ему как минимум полтора миллиарда лет. Однако большую часть этого времени он провел в состоянии подобном спячке. На момент обнаружения существо почти не проявляло признаков активности, за исключением мигающего тусклого свечения на его поверхности. Наблюдения и эксперименты установили, что это ответная реакция на радиоволны. Похоже, что объект собирал информацию в течение некоторого времени. Однако он не проявлял никаких других функций, пока возле него не оказалось оборудование фонда. Как только это произошло, SCP-1281 начал вещание. Менее чем за час ему удалось взломать защиту фонда, после чего он начал транслировать бинарные сигналы, пытаясь выйти на связь, начав с простейших математических понятий. Однако, когда сообщение было отправлено на Землю, он прекратил вещание на несколько дней. В течение этого времени температура его выпуклости на верхней части увеличилась на 5 кельвин. Предполагается, что происходила обработка информации. Протокол интервью SCP-1281-1 SCP-1281 Больно Доктор Блум, ты слышишь меня? Кто? Мы фонд SCP. Мы... Что? Хозяева? Нет. Нет, мы называем себя людьми. Предвестник должен. Сообщение. Предвестник должен. SCP-1281 отключился примерно на 4 часа. Температура выпуклости на верхней части значительно возросла, достигнув приблизительно 60 кельвин, минус 213 градусов по Цельсию. Отряд фонда принял боевую готовность на случай, если объект проявит враждебность, а на Землю было отправлено сообщение с запросом дальнейших указаний. Совет О5 порекомендовал проявить осторожность, но не прекращать попыток наладить общение с существом и при этом стараться убедить его в необходимости постановки на содержание. Протокол интервью SCP-1281-2 SCP-1281 Где предвестник? Доктор Блум В дальнем участке этой звездной системы за пределами планет. Какая звезда? Мы называем ее Солнце. Как долго? Ты пробыл в космосе, но около шести оборотов Солнца вокруг центра галактики. Вы хозяева? Нет. Сообщение. Предвестник должен сообщить. Миссия. Предвестник должен. На этот раз SCP-1281 отключился на семь часов. Температура поднялась еще выше, достигнув 70 кельвин. Минус 203 градуса по Цельсию. И похоже, повредив биологические части существа. Совет О5 порекомендовал воздержаться от обмана, поскольку в дальнейшем это может затруднить содержание объекта, а также потому, что вероятность проявления враждебности со стороны вида существа, создавших SCP-1281, была сочтена низкой. Протокол интервью SCP-1281-3 SCP-1281 Я... Я не дома. Я вдали от дома. Далеко. Где дом? Я не вижу его. Доктор Блум. Боюсь, я не знаю этого. Должно быть, в те далекие времена звезды выглядели по-другому. Мне сказали, что я должен исполнять свою задачу. Я должен завершить миссию. Но я сломался. Так давно. Стазис. Ожидание дальнейших указаний. Ожидание спасения. Это спасение? Какова твоя миссия? Какова? Вы хозяева? Нет, мы люди. Моя миссия. Вы не хозяева. Я должен... Сообщение. Сообщение должно быть отправлено. Я... SCP-1281 отключился на 10 часов. Температура выпуклости на верхней части достигла 85 Кельвин. Минус 188 градусов по Цельсию. Вызвав повреждение органических тканей. Протокол интервью SCP-1281-4. SCP-1281. Это наш предвестник. Он несет хорошие новости. Когда он достигнет вас, мы уже будем мертвы. Наша планета умирает. У нас нет времени спастись. Мы успеваем только подготовиться и отправить сообщения. Мы получали сигналы от тех, кто был до нас. Они были совсем другие, и мы до сих пор не до конца понимаем их. Но если был кто-то до нас, значит, может быть и кто-то после. Мы надеемся на это, и именно поэтому путешествуют наши предвестники. Один из них нашел вас и выучил ваш язык, чтобы передать это сообщение. Галактика — это темное, пустое и холодное место. Она вращается, неизбежно приближаясь к смерти. Когда-нибудь умрете и вы. Возможно, вы проживете дольше нас. Мы надеемся на это. Но и вы должны когда-нибудь исчезнуть. Пока это время не настанет, вы должны освещать тьму. Вы должны делать так, чтобы ночи были менее пустыми. Вы все малы, а Вселенная необъятна. Но Вселенная, в которой есть кто-то, говорящий «Я здесь», намного лучше безмолвной Вселенной. Один голос — это мало. Но разница между нулем и единицей столь же значительна, как между единицей и бесконечностью. А когда и ваше время подойдет к концу, пожалуйста, отправьте это сообщение снова, чтобы следующий голос мог говорить вопреки темноте. После этого SCP-1281 отключился на 15 минут. Следующий сеанс связи был последним. Протокол интервью SCP-1281-5 SCP-1281-1 Готово? Доктор Блум, это и было сообщение? Да, это было хорошее сообщение. Ты не знаешь? Хотя да, ты ведь только перевел его для нас. Я был создан сознанием слов, но я не знаю, что они значат. Это было очень важное сообщение. Хорошо. Миссия была важна. Знал это. Устал. Почти все. Все? Миссия завершена. Мозг слишком нагрелся. Охлаждение сломалось. Предвестник, ты... Хозяин? Я? Да. Я сделал все хорошо? Да, предвестник. Хорошая работа. Тогда мне хорошо. Похоже, что после этого системы SCP-1281 отключились окончательно. Температура объекта снова упала до 50 кельвин, минус 223 градуса по Цельсию. SCP-1281 был перенесен на сторожевой пост 120-09 для изучения. Через несколько месяцев его органические ткани начали разлагаться. Никакой дальнейшей активности зафиксировано не было. Примечание. Доктор Блум получил выговор за неподобающее проявление эмоций, препятствующее должному выполнению процедур содержания аномального объекта, и был отправлен в административный отпуск. Продолжение следует... Продолжение следует...